музейный комплекс дорога памяти 1418 шагов победе пойду посмотрю давно планировал никак не получалось зайти а а а и Какая красота Павла в Москву Наявление Старец Селого Германии Старцем Играрка Старец Селого Германии Сегодня Рассказывать здоровье Ребят Люди из зо утра Первым объявлением войны Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 За 80-й день войны! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Хорошо, будни никого нет. Свободно. Следующий зал. Это, видимо, паёк, сколько вы давали питания. Разве. Как у неё. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 157-й, 202-й день войны Трехлинеечки 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 Продолжение следует... Друзья, словами это не передать. Здесь просто надо каждому побыть, увидеть, прочувствовать. Многие не могут пройти весь комплекс, не удерживать, уходят на полпути. Знамена. Ну и в каждом зале фотографии, 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 фотографии ветеранов, участников сражений. Знамена. 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 Весь поед aussi. Попала, взяла парень сосновой полной и стала грызть. Надо было что-то кушать. От голода очень тяжелая свезти. Я ела и ремни, и клей, и оливки, жарила на них рыба. Каждый степениц и служащий получал по 125 грамм. Ну тогда хлеб был не очень хороший. Вот так в руку взять, столить, тогда половину воды. И вот такого 125 граммов. И ничего сверху. Съели всех кошек, съели всех собак, какие были. Умирали сначала мужчины, потому что мужчины мускулистые, и у них мало жира. Но и женщины тоже умирают. И вдруг ты смотришь на человека и видишь, что у него стеклянные глаза. Вот я во время разговора. Потом он все медленнее говорит. Медленнее, так умирали люди. В ЗАГС приходили родственники, регистрировали умерших от голода и холодных людей. Причем слез у них не было. На окраине города попроще было. А тем людям, кто жил на Литейном и Ленивском проспектах, приходилось только. Не работала тонализация, и каждый день приходилось тратить и без того маленькие силы на то, чтобы спуститься к Ниле и вовсе там черпать крестную воду из речи. Каждый день мы находили новые и новые трупы, тех, которые не доходили до воды, а потом их заливало водой. Вот такая-то горка была. Горая горка льда. Под этой горкой трупы. Мы приползли, брали воду и носили домой. Четыре дня стоял мальчика. Я говорю, что же ты? А где жаришь? Да нет, мамка. Так что же, мамка не может пройти? Да нет, не может. Она мертвая. Я ее теперь только на один круг в постели. На ночь ставлю копейчики. В духовную руки. Дорогой папочка, пишу я за того, что я жду смерти. Пишу я вам это письмо и сама плачу. Но сильно боюсь расстраиваться, так как руки и ноги начинают сводить с удрова. А ведь как не заплакать, жить больно хочется. Но, дорогой папочка, очень не расстраивайтесь. И к словам моей смерти, прошу отнестись по хладнокровнее. Идет женщина, шагов тридцать впереди, а сзади ее идет девочка. Эта девочка уже падает и отстает, а девочка лет пяти. Это самый сильный мороз. Я этого ребенка беру на руки и несу в этот детский сад, где была моя дочка. Говорю, отнимите от моего ребенка паек, возьмите эту девочку. Был у нас сильный обстрел на Швецовой, тридцать восемь. Было трудно подойти. Пошла я. Пробралась все-таки, известь мела, как облако. Увидела, кровать стоит. Она вся заваленная, потом диван и атаманка тоже вся заваленная. Услышала, какой-то свинный лев. Женщина. Вижу. Она без сознания, без ранения, под кроватью. Может быть, она заползла? А, скорее, волну ее задела туда. Друзья, что-то сказать вообще невозможно в этом зале. Комок в горле. Все, чтобы дыхание открытили берегу. И он взял тварь. Когда открылась дорога жизни, мы сразу почувствовали облегчение. Климонам стали годовые 250 граммов. Рабочим сразу по 400. Люди, полночная, плакая, не маялась, это волосы. 203-ки, 265-е дни войны. Зал посвящен стрелковому оружию Красной Армии. Представлены все экземпляры стрелкового оружия, имеющиеся на момент войны у Красной Армии. Дегтярев. Тупышар. Максим. Максим. Да, конечно, проделана огромная работа. По созданию данного мемориального комплекса. Просто огромная работа проведена. И все те, кто говорят, что деньги куда-то не туда, в Кулину, пусть сюда придут и прочувствуют все это. Попробуют пройти эту дорогу. Продолжение следует... Пусть подойдут, коснутся экрана, найдут своих родственников, дедушек, бабушек. И прочувствуют весь этот момент нахождения в данном комплексе. Зайдут в зал, посвященный блокаде Ленинграда. 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 Я понял, что это немцы только тогда, когда выйдет наделяющийся от самолета бомбы. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» Целый день понадобился, чтобы проехать 20 километров. А я, чтобы показать, что еще жива, пела тройку. Вот мчится тройка, почтовая, По Волге, матушке, зимой. Субтитры сделал DimaTorzok В середине 1944 года Нерзу присудили в загрузке на Кавказ и в полной же дифрессованно-разведывательной группы С целью дестабилизации обстановки в тылу Красной Армии. Грин захвата советская военная контрразведка провела операцию, основанную на радиоигре Арицы. Гриверполный немецкий радист под контролем контрразведчиков убитил противников в том, что отряду местных националистов необходимо укрепление оружия и боевые посылки. Лежать! Лежать, автопол! В ночь на 10 октября срочетнего года советская контрразведка заряжала диверсатов и груз, доставленные немецким военно-транспортным самолетом в район указанный сотрудниками свежих. Субтитры создавал DimaTorzok В середине 1944 года немцы приступили к заброске на Кавказ и в Поволжье диверсионно-разведывательных групп с целью дестабилизации обстановки в тылу Красной Армии. Грин захвата советская военная контрразведка провела операцию, основанную на радиоигре Арицы. Перевербованный немецкий радист под контролем контрразведчиков убитых противников в том, что отряду местных националистов необходимо укрепление оружия и боеприпасы. В ночь на 10 октября 44 года советская контрразведка заряжала диверсатов и груз, доставленные немецким военно-транспортным самолетом в район указанный сотрудниками СМЕРШ. Если устал смотреть, то вот, пожалуйста, есть вот такие залы. Ты можешь посидеть, посмотреть сюжеты о войне, а если тебе тяжело, то ты можешь просто выйти, можешь здесь посидеть, можешь просто покинуть мемориальный комплекс, выйти на улицу. Еще далеко идти, но нужно пройти все. КАПЕРСКИ 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 Продолжение следует... 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 Прикольно... Прикольно... Продолжение следует... 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 Подтомы деревянные 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok